Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Все ясно? Скажите, что да. Это Ламберт. Похоже, сбой был вызван искусственно. Саботаж? Похоже. Происки каких-то врагов. Врагов, конкурентов, спекулянтов. Это мог быть кто угодно. Действительно. Посмотрим, что я смогу выяснить. Конец связи. Так, у нас тут сюжетный поворот какой-то. Было написано, что сломано ограждение. Так, где наш дилофозавр? Так, ну что, выпускаем еще одного? У этого динозавра, дилофозавра, не было бинокулярного зрения, потому что глаза располагались по бокам головы. Ему приходилось ориентироваться по запаху, как хищникам наших дней. Он так гремит, он реально 400 кило весит. О, сейчас будет общаться. Кто из вас альфа? О, этот альфа стал. О, этот альфа стал. Да он чуть больше козы, серьезно. О, этот альфа стал. О, этот альфа стал. Он стал. Он стал. Он стал. так давайте вылечим не лафазар клевая мощи все динозавры которые были в фильмах они вообще очень классно о отлично мы выполнили это задание полтора лямость окрас и степи мы получили мне интересно теперь у нас много врагов кого его можно красить корпорации разных структуры и они не остановятся ни перед чем чтобы заполучить наши знания и технологии я знаю что нравлюсь не всем кто-то считает меня холодным и скучным но они не знают того что знаю я меня больше заботят не познание доктор а то как он планирует их применить так может еще где-нибудь электростанцию заменим а а сейчас все подрубится не беспокойтесь так что вас тут лес норм пастбище норм но более-менее общительность тоже на устрите они очень много особи свои виды могут терпеть то есть штук шесть не меньше это классно а до исследования пока не можем мы можем почитать архив персонажи вик хоскинс руководил частью сил безопасности ингена и отвечал за программу обучения рапторов оуэнегрейди был заинтересован в использовании динозавров военных целях любил передаваться воспоминаниям о том как выращивал волчонка и о том как отказался успеть его когда тот напал на жену время событий в тысячи пятнадцатого года хоскинс не терял времени даром после смерти саймона масрани хоскинс взял управление операцией на себя начал полевые испытания со стаи рапторов грейди которые должны были помочь его людям найти сбежавшего эндоминуса рекса но благодаря днк велоцираптора в геноме эндоминус он смог общаться с ними настроить против службы безопасности живых не осталось почти никого когда план хоскинса провалился он приказал забрать все данные генетических исследованиях и возобновить программу уже в другом месте дельта и стаи рапторов убила хоскинса несмотря на его попытки успокоить ее подражая грейди еще персонаж зара янг личная личная помощница клэр диринг именно ей было поручено присматривать за ее племянниками в мире юрского периода но она отвлеклась на телефонный разговор после контактного зоопарка добрые великаны предоставив грей узаку отличную возможность сбежать от нее диринг была разочарована что я помощница не смогла уследить за мальчиками зара вновь встретилась с ними когда они вернулись на главную улицу во время нападения птернодонов один из них унес ее пролетая над лагуном а за завра он потерял хватку девушку подхватил другую ящерную их обоих съел мазозавр гены степь добавление тавгена изменит окраску динозавра на желто-коричневую источник орел могильник динозавры новый динозавр чунгин козавр высота 24 метра вес 3 тонны длина 7 с половиной пример как хуаян козавр чунгин козавр один самых мелких представителей видов стегозавров это травоядный ящер когда-то бродил по территории китая его название означает ящер из чун дзина чун цина точнее как у всех стегозаврах его хвост был покрыт защитными шипами более мелкие размеры тела и морды а также не перекрывающиеся зубы отличали этого ящера от его напоминавшего от напоминавшего его от динозавра останки принадлежавшие чунгин козавру впервые найдены в 77 году формации верхней ша шасси и мяо множество останков динозавров других находок из формации верхней шасси мяо говорит о многообразии природной среды окаменелый крокодилы и черепахи указывает на множество открытых водоемов что до сих пор не построил а тут есть третья ячейка ну неиспользуемой энергии 11 типа хотеть сказать что ее не хватает здесь 104 а я понял так теперь я что-то не понял а неиспользуемая энергия вот здесь 11 да но ее видать не хватает вот 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 Продолжение следует... 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 смотрим что у нас тут по этим в принципе вроде все норм так что возьмем следующую миссию я думаю да что-то очень много привозит всего так инген локации новая локация открылась королевство тирекса королевство тирекс обитал тиранзавр x да вы что единственный известный выживший динозавр из той эпохи созданный специально для парка юрского периода он был одной из самых популярных достопримечательностей парка каждые два часа ящер питался живой пищей по указаниям клэр диринг лоури крутерс открыл загон она спроцила тира спровоцировала тиранозавра на бой с эндоминусом рексом это клево так я думаю взять новое здание это вот это вот это да вижу вы приняли вызов хорошо это задание проверит ваши навыки и силу воли мы создадим ситуацию который динозавром придется посоперничать войти в столкновение как в дикой природе выживет сильнейший шаг 1 построить или модифицировать загон так чтобы он пережил драку динозавров вам нужно вывести вырастить и разместить динозавров в этом загоне а не кажется ли вам что мы выходим за рамки дозволен стравливать между собой динозавров использовать их первобытные инстинкты охотников и убийц как испытательную площадку и для чего кстати о криктонзавра типа логин а бесплатных земель не то о степей отлично почему перебои у вас понятно то есть нужно обязательно еще создать одного тогда я усыплю самого первого вот этого да и вот этого Необходимо забрать активность. Очень много саботажей почему-то у меня последнее время у меня же есть защита от отключения энергии кого хрена еще и второго уровня из трех она вообще должна работать по моему хорошо. Ты кого увез? Ладно, надеюсь они разных цветов, да? Альфа-третий, да? Альфа-второй, да, слава богу. Четвертого увез, не того поймал меня походу. Этот пускай спит. Да барионикс еще далековато. Да. О, долгого еще. 70%. Так мало видов у вас, а что? Охренели! Видов тут до жопы. Может давайте кормушки... Подправляюсь к кормушке. Отлично. Пришел, увидел, победил, да? Продолжайте в том же духе. Продолжайте в том же духе. Что главное, не уходи далеко, приятель. Потому что сейчас... У рапторов неважная репутация, потому что люди не понимают, что они были и всегда будут альфы-хищниками. Наша задача помочь им, рапторам, помочь понять, что мы тоже хищники. И вот тот самый момент настал. Время битвы. Давайте договоримся. С этого момента мы все будем наготове. Мои люди готовы следить. Слышите, чтобы вы телеканали. Мы хотели сказать, что за бой. Вы готовите в целом природе, доктор Малков. Снова создаем? Нет. Вы. Не злышите, чем больше. Я думал, что вам понравится. Светанное, доктор Малков. Продолжайте. Ты чё трус? Возвращайся. Аж вы мне объясните, долго вот этот чувак будет спать. Давайте-ка я его перевезу из воды на сушу. Серьезно, вы будете друг друга игнорить. Не хотят они до смерти сражаться. Ну и ладно. Так, значит, у меня One problemo. В общем... Ну, короче, вы же видели, да, что, короче, другой раптор убил дилофозавра, да? Прикол в том, что я, типа, ударил всех дилофозавров из своего загона, да, того, где они жили раньше. И поместил туда двух нужных мне животных по заданию, и, типа, выиграл в элоцираптор. Сейчас я его перевожу в нормальный загон, потому что по заданию мне нужно, чтобы победивший динозавр оставался в надёжном загоне. А в этом загоне он начинает беситься, потому что элоцирапторов других тут нет, а ему нужен социум, как бы, да? А, типа, создавать ещё здесь элоцирапторов я не собираюсь, поэтому я просто перевезу его в его загон с его друзьями. Вот. К сожалению, это не записалось, потому что программа записи видео дала сбой. И, ну, как, я, типа, нажал воспроизвести, да, на паузу поставил, потом нажал, типа, ну, дальше снимать, а она, короче, взяла и вырубилась. Вот. Печально. Не знаю, почему так работает. Ну, типа, прошу прощения, в общем, ну, битву самого увидели, тут было абсолютно всё то же самое. Они, короче, два раза разбегаются, сходятся, и потом, типа, ладно, потом это почитаем. Ну, и потом, в конечном итоге, вступили в конечную схватку, и элоцираптор победил, как бы. Ну, наверное, потому что у него всё-таки атака больше, то есть пострадал больше всё-таки Дилофазавру. Дилофазавра-то атака поменьше, защита больше, но при этом он урон получил соответствующий. Так что, прошу прощения за это, думаю, вы ничего не пропустили. Переснять уже, к сожалению, не получится, типа, если только перезагружать остров, да, всё по-новой. В общем, надеюсь, это видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу канала, ссылка будет в описании. В следующем видео мы выполним уже это задание, осталось просто подождать там 5 минут, и выведем и Гуанадона, я думаю. Ну, и откроем Бариониксом. Так что, увидимся в следующем видео, живите и представьте, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok